Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Разговор с гостем нашей студии будет посвящен деятельности Института Леса, Национальной Академии Наук Беларуси. Присоединяйтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1992 года Институт Леса Академии Наук Беларуси. И далее весь трудовой путь Александра Ковалевича связан с работой в институте. Сначала на должности заведующего лаборатории, затем заместителя директора по научной и инновационной работе. В 2007 году он возглавил коллектив учреждения. Александр Ковалевич имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук. Ученое звание – доцент. Награжден почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности Института Леса, Национальной Академии Наук Беларуси, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, я говорю. Александр Иванович, на съезде Белорусского общества лесоводов, который не так давно состоялся, вас выбрали председателем общества. Скажите, пожалуйста, а какие дополнительные обязанности, коих у вас так немало, это возлагает на вас? Спасибо. Это, конечно, очень ответственное, я бы сказал, решение лесоводов нашей страны. Потому что общественная организация, она объединяет свыше 13 тысяч членов, и ее задачи достаточно обширны, но не все касаются леса. И в первую очередь привить любовь к лесу, забота о лесе. Поэтому, как председателя, как лидера этого общества, я вижу в том, что мы будем работать, начиная уже даже со школьников, то есть школьные лесничества, студенческая скамья и общественные слои, другие общественные организации. То есть работы, конечно, прибавятся, но я думаю, что мы постараемся, чтобы побольше и через общество привлечь к управлению, к системе управления нашими лесами и общественность. Потому что каждый человек должен прочувствовать, что это и его лес. То есть, хотя он является общим, но это и его, это наш лес. И наша задача его сохранить и передать потомкам. Я вас поздравляю. Спасибо. С избранием. Желаю вам успеха в этом направлении деятельности. Очень надеюсь, что сегодня от наших телезрителей мы услышим их мнение и их вопросы. Институту леса в прошлом году исполнилось 85 лет. Но срок действительно солидный. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, какими из разработок, из проектов института вы особенно гордитесь сегодня? Ну, если так вот, за 85 лет, конечно, огромное было количество разработок. И в плане историческом каждый этап он бы выделял бы свои разработки. Потому что то, что нужно было для страны, то и делалось. В годы войны это были совершенно другие задачи. Институт находился в эвакуации, но он решал те же самые задачи, которые нужны были для фронта, для победы. Сегодня, послевоенные годы, это, конечно, восстановление лесов. Вы представьте, что у нас после войны 21% лесистости. Сегодня у нас почти 40%. То есть почти половина территории страны уже возобновлены лесом. Это очень, я бы сказал, большой подвиг лесоводов, потому что сделано практически невозможное. Ну и здесь, конечно, институт являлся одним из основных научных учреждений, которое сопровождало решение этих проблем. На сегодня, если вот не выделяя таких, я бы сказал, что это самое сильное генетико-селекционное направление в институте. Достаточно очень сильно развилось, и если бы мне, например, где-то в конце прошлого столетия сказали, что мы к 2010 году достигнем таких технологий, владеем технологией генетического анализа, ну, трудно было бы поверить. Казалось, да, еще, наверное, когда вы учили, что это что-то из области фантастики. Да, даже я когда и был, уже работал в институте, мне трудно было бы даже поверить. И даже когда назначали директором, это тоже, знаете, мы такой рывок совершили, просто огромный рывок. Ну и надеюсь, что об этом направлении мы еще успеем сегодня поговорить. Одно из главных требований к науке – это востребованность ее разработок на практике. Вот как в этом плане выглядит институт леса, если коротко? Ну, если коротко, достаточно неплохо, потому что мы очень плотно сотрудничаем с Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. И самое основное, что Министерство утверждает ежегодно план внедрения научных разработок. И примерно 50 позиций – это разработка института леса. То есть это такая вот совместная работа, когда определяется, где это будет внедрение, и мы знаем, за что мы будем отвечать. Я считаю, что это очень такой положительный момент, обоюдное стремление и практиков, и работников науки для того, чтобы пошло это производство. Это уже на протяжении, я бы сказал, ну, около 10 лет мы примерно работаем вот в этом таком плане. Так что здесь востребованность есть. Ну, не только, например, я бы, например, тоже гордость испытываю и за нашу разработку, которая внедрена на Домановичском овощешильном заводе, совхозокомбината «Восток», где выращиваются грибы шиитаки и вешенка. Это очень большое тоже достижение в таком масштабе. Так что здесь есть востребованность. Леса в Гомерской области занимают площадь около 2 миллионов гектаров, и увеличить ее, наверное, невозможно. Ну, во всяком случае, довольно сложно. А вот повлиять на качество древесины, на продуктивность лесов, вот как раз можно. Что для этого необходимо? Ну, вы правильно заметили, что вы задали один вопрос, но он с двумя подтекстами. Если первый так говорит, что практически невозможно, то это возможно. Понимаете, сегодня мощности предприятий лесного хозяйства по восстановлению лесов очень большие. Мы буквально в начале этого столетия создавали 60 тысяч гектаров лесов. Сегодня где-то 20-24. То есть это резко можно увеличить. Просто на сегодня площадей нет. Площадей нет. А второй вопрос, конечно, может и не занимать уже площади, а увеличить продуктивность. То есть получить отдачу с одного гектара больше продукции, чем сейчас имеется. И вот эти методы, конечно, сегодня мы институт отрабатываем. Нужны ли лесу генно-модифицированные растения? Такой вопрос. Гоменчанам задавали наши корреспонденты. Давайте выслушаем их мнение. Я в этом некомпетентна. Я совсем другой специальности. Ну, я, наверное, считаю, что деревья, которые у нас растут, нашей зоны, они более приспособлены к нашим условиям. А генно-модифицированные – это что-то новенькое. Может быть, где-то потихонечку пробовать, но не сразу леса. Мне кажется, не стоит, так как, ну, леса, они должны быть всегда такими, как они есть на самом деле. То есть природа создала их такими, то есть они не должны быть такими. Я считаю, это плохо. Ну, как бы, лучше, чтобы природа была настоящая и то, чтобы росло всё своё. Вы считаете, такие деревья могут изменить природу? Я этого не знаю, поэтому я говорить не буду. Возможно, но не уверена. Не нам судить в том, что мы не знаем, что это такое. Если это не едят, так почему оно не может расти и давать зелень? Другое дело то, что пищевые продукты – это какие-то новые технологии. Это сложно понять обычному человеку. Если они не вредят, почему нет? Отрицательно отношусь. Ну, потому что, хоть они быстро растут, будет возрастать, ну, повреждающее действие, которое будет отрицательно действовать на человеческие организмы, поэтому будет нехорошо. Они по своим качествам намного лучше обычных деревьев. То есть я отношусь к этому положительно. Я считаю, что не нужно генно-модифицированного ничего, потому что природа миллионами лет всё это выращивала. Человек думает за какие-то 5-10 лет испробовать и вырастить. Думаю, что они плохо будут влиять и на природу, и на человека. Вы смотрите «Диалог о деятельности Института леса» Национальной Академии Наук. Мы говорим сегодня, Александр Иванович, вот мы выслушали мнение не специалистов, простых обывателей, у которых, конечно же, большинство. Вот вам часто приходится мифы, связанные со страхом определенным в отношении генно-модифицированных организмов, развенчивость? Ну, я бы сказал, посмотрев этот сюжет опроса, здесь ничего такого нет, вы понимаете. Ответ идёт, насколько люди где-то ознакомлены, где-то незнакомы. Поэтому, ведь другое мнение может навязаться с другой стороны. Но само суть генно-модифицированные растения или трансгенные растения просто уже в обществе, как это сложилось, что-то какое-то зло и другого нет. Но суть немножко надо понять. Ведь генно-модифицированные показатели, признаки, они же ниоткуда не берутся. Ну, например, вот, к примеру, если одно растение богато много витамина С, если этот ген использовать и пересадить в другое растение, которое будет больше давать этого витамина, это же не химический продукт, это ничего, он в природе существует. Просто его поместили, изменили генетическую немножко природу. Другого ничего нет. Но надо понимать и суть создания генно-модифицированных растений. Ведь проводится испытание очень большого количества деревьев, даже десятки тысяч растений, которые выращиваются, но отбирается одно-два. Остальные гибнут, потому что они где-то неправильно соединились, где-то их природа сама отбрасывает. А вот эти, которые остались лучшими, они идут туда на это самое. Поэтому ничего такого, я бы не сказал бы, это самое серьезного. Но единственное, просто могу нашим слушателям сказать, что в лесу не будет генно-модифицированных растений. Мы никогда не будем применять в лесу генно-модифицированные растения. А вот на специализированных плантациях это вполне возможно. Сегодня в мире 25% древесины производится генно-модифицированными растениями. То есть особенно эта большая доля составляет в Китае, Канаде и Соединенных Штатах. Ну и второе. Ведь поймите, мы когда занимаемся генетической инженерией, мы продвигаемся дальше в научном плане. Если просто сказать, что это вредно и не занимаетесь, мы же отстаем. А так, когда мы занимаемся, мы углубляемся в научные исследования и будем получать. Ну и бояться особо нечего. Вот мы, например, работаем с российскими коллегами с Института биорганической химии по созданию трансгенной бирозы. Но ведь там предусматриваются большие и, я бы сказал бы, такие противовесы для того, чтобы... Вот бироза. Практически мы используем или треплоидную бирозу, она никогда не может скреститься с нашей диплоидной бирозой. Или мы выключаем гены, которые отвечают за семенное размножение. То есть она может, эта геномодифицированная бироза, только размножаться в пробирке. Другим путем она никак не будет размножаться. И это уже безопасность. Ну, у нас же существует еще закон об его безопасности, его никуда не обойдешь. Поэтому только после испытаний на специальных полигонах геномодифицированные растения, согласно, они могут применяться где-то. А так, это абсолютно, я бы сказал бы, могу случайно нашим сказать, что ничего этого не будет. Поэтому бояться особо нечего. И в леса никто не собирается, геномодифицированные растения. Но если вот есть на специализированных плантациях, это можно использовать. Ну, вот посмотрите, мы построили крупнейший светлогорский завод беленой целлюлозы. Ведь, понимаете, там основные затраты до 6% уходят на делегнилизацию. Это большие затраты. А если мы создадим такие растения, которые будут выращиваться на специализированных плантациях и обладать пониженным содержанием лигнина? Или этот лигнин будет легко доставаться оттуда? Мы же сразу сокращаем затраты. Это же плюс. Это большая задача. Почему не работать в этой области? В этих разработках вы идете от возможности практического применения, то есть под заказ? Или это уже потом тем, чем занимаются ваши специалисты, могут заинтересоваться предприятия? Ну, вы знаете, я как-то недавно побыл на светлогорском заводе. Достаточно мы обсудили с директором. Мне понравился его подход. Ему тоже подход тот, который мы, в принципе, выдвигаем. Ему это нравится, потому что он как практик видит большие перспективы. Поэтому здесь фундаментальные вначале работы, это, конечно, это работы фундаментального характера, не просто так это все создать. Но они, если будут реализованы, они выльтся в практическую разработку. Какие здесь временные перспективы? Ну, временные перспективы здесь сложно предугадать, насколько это будет. Понимаете, сегодня мы работаем, просто у нас уже установлены гены, которые отвечают за содержание лигнина. Это уже большое достижение, понимаете. Мы знаем, какие гены, и когда мы работаем в наших лесах, мы стараемся отбирать те формы деревьев, которые обладают этими генами. И затем разрабатываем систему размножения, то есть это же должно быть клонироваться все, сложно ввести ее в пробирку для того, чтобы потом получать растения уже заданными целевыми свойствами. Ну, временной период будет определяться, не скажу, что мы сегодня-завтра получим, но если будем работать в этом направлении, мы достигнем результата. Лес, он все-таки медленно растет. Вам не бывает обидно, что в основном-то плодами вашей работы будут пользоваться уже будущее поколение лесоводов? Ну, очень правильный вопрос, я скажу. Знаете, а здесь нисколько не обидно, потому что мы же используем сегодня плоды тех поколений, которые создали эти леса. Не только мы их рубим, но мы и ходим в эти леса. Но эти леса выращены предыдущим поколением. Те, которые закладывали новые посадки и 60, и 70, и 80 лет назад. И мы создаем же опять же эти леса для будущих наших поколений. И я всегда говорю, что вы знаете, даже если бы мы хотя бы не ухудшить состояние наших лесов, а оставить нашим потомкам хотя бы в тех пределах, которых мы получили. Но если бы даст, то улучшить, это тоже хорошо, понимаете? Поэтому здесь ничего обидного нет, мы работаем на будущее. А заставить быстрее расти деревья возможно? Ну, деревья быстрее заставить расти, то невозможно. Единственное, что есть технологии, методы, это отборы селекционные. Здесь можно отобрать формы, которые будут более быстрорастущие и более высокопродуктивные, давать это самое. Здесь можно или с какими-то заданными другими свойствами, отбор на смолу продуктивность, если мы хотим получить больше живицы. Это в этой области можно работать. Поэтому мы и работаем в этой области. В питомнике экспериментальной лесной базы накануне побывали корреспонденты диалога. Давайте посмотрим сюжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 1910-е годы позапрошлого века граф Паскевич превратил его в настоящий усадебный дом. Вокруг него впоследствии был разбит живописный парк, а перед домом выкопали красивое искусственное озеро. В 1953 году эта территория передана Гомельскому лесхозу как ленинское лесничество, через некоторое время преобразованная в Кореневскую экспериментальную лесную базу Института леса Национальной академии наук Беларуси. Сегодня здесь занимаются не только ведением лесного хозяйства, но и научно-практической деятельностью. Более 10 лет здесь работают лаборатории и цех по выращиванию гриба-вешенки. Все началось с научных разработок, позже объемы производства увеличились, и экс-база стала поставлять в торговую сеть города экологически чистую и безопасную продукцию. Грибы постоянно проверяют на наличие тяжелых металлов и показатели радиологии. Для них же создаются определенные условия, температурный режим, и влажность, и освещение. Термически надо солому еще и обработать, чтобы получился качественный субстрат. Дорогу в питомник, экспериментальная база Кореневка, сегодня знают многие. В рамках месячника по благоустройству здесь побывали представители самых различных предприятий и организаций. Кто-то приобрел декоративные кустарники, кто-то еще и цветы. Хит сезона этого года — питунья. Это название, кстати, произошло от слова «питун», как в Бразилии называют «табак». Всего же в этом году здесь выращивают около 30 видов цветов. В последующем эта цифра, впрочем, может измениться. Экономика диктует необходимость постоянного учета запросов покупателей. Последние три года мы экспериментируем. Ну, вообще спрос меняется каждый год. Может, мы и не будем увеличивать ассортимент, может, мы его будем как-то менять под людей. Ну, какой спрос, на что спрос. Попасть на единственную в Гомельской области плантацию карельской березы нелегко. Когда 30 лет назад эти деревья высаживали под Гомелем, решили перестраховаться от визитов возможных браконьеров. За красивый внешний вид и высокую прочность карельская береза издавна высоко ценилась в народе. В свое время ее древесина служила карельским племенам для уплаты налогов. Сегодня она используется для производства элитной мебели и музыкальных инструментов. Впрочем, увеличивать участки посадки этого пока редкого для нашей страны растения на Гомельщине, похоже, не будут. Белорусская карельская береза у отечественных производителей не востребована. При необходимости мебельщики приобретают ее аналоги за границей. Хотя даже при самом тщательном анализе необходимо признать, гомельский эксперимент оказался удачным, а поэтому тратить валюту можно было бы более рационально. Карельская береза привередлива, но институт леса создает опытные объекты. И вот, как вы видите, уже 30 лет она у нас растет на территории Кореневской базы. Вы смотрите «Диалог». Сегодня у нас в гостях директор Института леса, Национальной академии наук Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ковалевич. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, страна наша сегодня может зарабатывать на достижениях и на разработках Института леса? Ну, в принципе, понимаете, все, которые разработки, они же направлены на получение определенной продукции, то есть увеличить продуктивность. Сегодня та продуктивность, которая определяется, например, здесь, и мы говорим, что, в принципе, продуктивность наших лесов может быть 400 кубометров с гектара. Сегодня мы получаем 200 где-то с лишним. То есть мы практически можем в два раза увеличить, но для этих надо взять работы, провести определенные работы. И это, в первую очередь, селекционного характера. У нас неплохо развита, я бы сказал бы, в стране создана система селекционного семеноводства, созданы селекционно-семеноводческие центры, ее филиалы. Мы практически переходим на выращивание, на получение посадочного материала с закрытой корневой системой. То есть в ближайшее время будут созданы биофабрики по производству посадочного материала, который будет использовать селекционные уже по наработке. Поэтому вот эти разработки, они играют большую роль, потому что они дадут рывок больше получить продукции, как я уже говорил, с единицей площади в единицу времени. Это тоже важный факт такой разработки. Второе направление, это, конечно, которые мы работаем в области охраны и защиты лесов, то есть защиты лесов от вредителей, болезней, охраны лесов от пожаров. Здесь тоже большие разработки, а ведь это же в комплексе будет сохранять наше национальное богатство и, соответственно, будет и больше экспортоориентированное направление на все эти их обработки. Поэтому тут я считаю, что все разработки, они являются такими для страны полезными, потому что, например, вот ввод девяти модернизированных деревообрабатывающих производств потребует же увеличения потребления древесины, в том числе и определенных ссортиментов, поэтому эти работы, конечно, будут и выполняться здесь. А какие факторы сегодня являются наиболее вредными для наших лесов? От чего приходится лес защищать? Ну, факторы, вы знаете, я бы сказал бы, они все факторы, если взять, например, изменение климатических условий. Ну, это же просто мы наблюдаем, а что дает это, посмотрите, усыхание дубров. Сегодня ель, мы практически уже почти 100 тысяч гектаров вырубили еловых насаждений. Это очень большая цифра. Ель потихонечку отступает от южных границ своего ареала, который идет по Гомельской области, туда, на север. Надо что-то думать. Изменение таких условий вызывает появление инвазийных различных видов, фитопатогенных грибов. У нас сегодня ясень, очень плохо себя чувствует это самое, поэтому тут есть эти проблемы, которые вот касаются таких. Пожары, ветровалы, буреломы. Ну, такого же никогда не было, чтобы у нас мы могли рубить только ветровально-буреломные древесины, то 2 миллионов или 2,5 миллионов кубометров в год. Это очень большие цифры. Раньше такого не наблюдалось. Это, опять же, все связано с климатическими условиями. А что касается вредителей? Вредителей это тоже, да, вредители это сегодня тоже является достаточно большой, потому что у нас где-то примерно около, вот даже по данным на этот год, мониторинга лесопатологического, где-то 170 тысяч гектаров леса, они будут подвержены нашествию вредителей. Конечно, там они разная степень, примерно прогнозируется где-то около 50 тысяч гектаров, будут обработаны биологическими и химическими препаратами для того, чтобы защитить уже, предотвратить вспышку. Остальные будут такая вялотекущая, это самое развитие данной популяции. Ну, вот это надо работать, постоянно отслеживать, поэтому здесь есть много работы, а даже возьмите, несмотря на такие, вот мы говорим, у нас в Гомичке засушливые, но ведь много подтопленных лесов. Вы понимаете, это деятельность бобров и различные другие факторы, деятельность человека, они приводят к затапливанию этих лесов, они находятся в деградирующем состоянии. То есть у каждого региона свои проблемы? Свои проблемы, а для нашей Гомичины радиационное заражение. Об этом чуть позже поговорим, Александр Иванович, у нас есть вопрос на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Слышим, правда, мы в студии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Александр Иванович, у меня такой вопрос. Как на сегодняшний день сложилась цена леса по сравнению с ценами на лес в Российской Федерации? Потому что я слышал, что вот даже предприятия, уходящего концерн «Белый лесбомпрома», вынуждены на сегодняшний день искать более дешевые варианты в условиях кризиса, чтобы конкурировать и покупать в Российской Федерации. Что-нибудь делается в этом направлении, чтобы поддержать нашего отечественного производителя? Можете ответить мне, пожалуйста, на этот вопрос? Ну, насколько я буду компетентен, я могу спасибо за вопросы сказать вам. Дело в том, что я считаю, что древесина белорусская по цене будет значительно дешевле, потому что в предприятии концерна «Бумлеспрома» находится значительное количество арендованных лесов, которые по таксовой стоимости заготавливаются. Поэтому здесь есть, конечно, ну, все здесь определяет, понимаете, вся система в том, что вот эта цена древесины и спрос древесины, ведь можно, у нас же государственная собственность на леса, у нас можно, в принципе, сделать и бесплатную продажу, точнее, бесплатную лесу доставлять на наши предприятия, это наши леса, но у нас уже такое было в Советском Союзе. В конце 30-х или в начале 30-х годов мы отменили почти был бесплатный лес, ну и что, мы пришли, мы потом быстро опять же ввели плату за лес, потому что начинается неконтролируемое его просто разбазаривание лесных ресурсов. Поэтому на сегодня, понятно, я понимаю, вопрос телезритель задал, потому что предприятия концерна в тяжелом финансовом положении находится, и, конечно, мы тоже заинтересованы, чтобы они быстрее вышли с этого затяжного кризиса, потому что будет развиваться деревообработка, будет развиваться лесное хозяйство, это основное, то есть они друг друга неразделимы, они идут, поэтому здесь, я бы сказал бы, надо искать разумный компромисс, но надо понимать, что затраты на ведение лесного хозяйства, на восстановление лесов, на охрану, должны тоже покрываться, если мы не будем покрывать, то мы не будем создавать новых лесов, и опять же мы в замкнутый круг придем, тогда будем только в Российскую Федерацию ездить, а свои леса не будем останавливать, то есть должно быть разумные здесь какие-то решения, но я не могу сказать о конкретном случае, что цена там выше или ниже, я не думаю, что настолько уже будет, понимаете, ведь сама суть, вот возьмите, например, я немножко знаю леса Российской Федерации, ведь с 91-го года они практически прекратили восстановление лесов в европейской части, и там же сегодня, посмотрите, в Москве одни мягколиственные леса, одни мягколиственные леса восстановили, у нас же, вы посмотрите, у нас же четко выполняется программа, реализуется программа, мы за это время, Эридуру, создали селекционно-семеновольческую базу, сильнейшую, построили центры, у нас практически сегодня восстановление лесов идет согласно показателям, которые мы запланировали по оптимальной лесистости. То есть баланс между экологической составляющей и экономической составляющей в лесопользовании, у нас он как-то поддерживается, я считаю, что он, понимаете, должен быть и здесь, я же не хочу сказать, что, например, лесники ставят бы такую задачу, ведь если на бирже продается спрос, рождает предложение, падает цена, ну и сегодня цена, вот, например, продавалась, что там по 21 экспортировать, 21 доллар, пала сегодня до 11 долларов, ну такая, такой спрос, предложение, взлетит до 30, это хорошо, мы выиграем. Александр Иванович, у нас есть очередной вопрос, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы уже в эфире, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, на каком расстоянии высаживается лес от хозпостроек или от участка, в связи с тем, что стосятся старые дома и участки высаживаются лесом? Спасибо. Спасибо. Ну, дело в том, что вы говорите про участки, которые находятся в деревне, я так понимаю, в поселке, да, поэтому здесь должны быть нормы, которые разработаны, я считаю, для ЖКХ, то есть, по-моему, там где-то 4 метра они, чтобы от дома были, дом было это самое, но если это идет про дачные кооперативы, то здесь, понимаете, совершенно другой вопрос. Почему? Потому что мы сталкиваемся с этими. Когда дачные кооперативы выделялись, тогда никто не смотрел, лес рос уже до этого времени, и стена леса там совсем рядом с этим дачным кооперативом. А когда уже начали построить, тогда, говорят, вырубайте лес. Вот такая дилемма. Тогда, понимаете, тогда надо было решение принимать, что ближе к стене леса, где он существовал, нельзя строить ничего было. То есть, я немножко думаю, вопрос был задан в этом плане. Поэтому должно как-то разрешаться это, но, в принципе, рубить лес на сегодня, какие есть причины для того, чтобы вырубать какую-то полосу. Потому что, видите, мы уже построили, так вы же пришли туда. Тогда стройте где-то в другом месте, на там, где не было этого леса, например, потому что зачем вырубать лес. Там, где его... Ну, примется решение, пожалуйста, рубите. Нет же других решений. Но на сегодняшнее законодательство это не предусмотрено. Александр Иванович, сегодня, спустя 30 лет после Чернобыльской катастрофы, насколько неблагополучными с этой точки зрения остаются леса Гомерской области? Ну, вы знаете, у нас вот примерно еще около 18% лесов подвержены радиоактивному загрязнению. Гомельская область наиболее пострадавшая. Конечно, здесь наибольшее количество лесов, где-то примерно 60% из этих 17%. Поэтому на лесах Гомельщины они приняли основной удар на себя и на сегодня, что могу сказать по происшествии 30 лет. Это, во-первых, решена, создана система лесопользования в радиационно загрязненных лесах. Ведь мы, можно сказать, впервые в мировой практике в таких масштабах начали хозяйствовать в этих лесах. Правда, ограничивая, где-то совсем ограничивая лесопользование, где-то снижая, а где-то и разрешая, если мы видим, что мы можем получать нормативно чистую продукцию и безопасные созданные условия для работников лесного хозяйства. Я скажу, что, вы знаете, эти меры, которые разработаны в этой системе лесопользования, они дали уже положительные результаты. Мы, например, констатируем, что индивидуальная доза, дозиметрический контроль работников лесного хозяйства показал, что, в принципе, произошло практически в четыре раза сокращение, превышение накопления радиации при этом контроле. А если мы до 2015-2016 году, мы уже констатируем просто единичные случаи такие, то есть система, это работает, и это очень хорошо. И я на сегодня скажу, что созданный дозиметрический контроль продукции лесного хозяйства, а это и древесина, это и пищевые продукты леса, они все контролируются, поэтому не должны попасть. Спасибо, Александр Иванович. У нас дожидается наш телезритель возможности задать свой вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слышим. У меня вот такой вот вопрос. Я только что посмотрел сюжет про королевскую берозу. Конечно, это, так сказать, чужеродная порода для нашей местности. Может быть, она, да, продуктивна и экономически выгодна для нас. Но у меня вот вопрос такой. Как ведется все-таки борьба по засорению наших лесов чужеродными породами деревьев, в частности, вот так называемым американским кленом или же вот красным дубом, которая порода древесины не такая качественная, как наш очистительный дуб. Но, однако, его лесхозы некоторые все-таки высаживают. Как вы могли бы прокомментировать вот такое вот, какая борьба ведется по чужим породам деревьев, не нашим, не белорусским? Спасибо большое. Спасибо. Ну, я могу прокомментировать вопрос. Первое. Бероза карельская. Бероза карельская – это просто название бероза карельской, потому что ее выделили в Карелии. Но бероза карельская – это белорусское происхождение. И самое основное, что по узорчатости древесины в естественных лесах бероза карельская, белорусская, сама больше ценится. Поэтому это никакой не чужеродный вид, это наша бероза. И то, что мы ее находим и создаем эти плантации, это правильно, потому что это экономически выгодно. Мы будем получать предприятия деревообработки, будут получать древесину и будут получать, шпанировать мебель карельской берозы. Это очень хорошо, я считаю, что это правильно. Вот про другие, конечно, клюенные синолисты, ну да, это его надо, конечно, уничтожать. А вот с дубом красным я не соглашусь. Вы понимаете, к сожалению, я спору со своими коллегами из Института экспериментальной ботаники, они туда ее включили. Ведь, понимаете, есть агрессивные инвазийные виды, а есть неагрессивные. Ну вот говорю, где вы видите, что дуб наступает на наши леса? Нигде. Чему он угрожает? Да ничему он не угрожает. Понимаете? Он просто такой неагрессивный вид. Его можно использовать и для посадок, и для чего. Ничего другого не произойдет. Да, с клюными синолистами я согласен, здесь надо бороться с ним, потому что если попадает, он уничтожает. А остальное с дубом нет. Нет, я категорически, я говорю, что стою на позициях и со своими коллегами из Института экспериментальной, говорю, вы неправильно это включили и исключите дуб, а то вы скоро занесете дуб красный в черную книгу. Ну неправильно это будет. Понятно. Спасибо большое, Александр Иванович. Я думаю, что ваши разработки могут быть во многом интересны и простому обывателю, простому человеку, не для какого-то промышленного применения. Грибы, вешенки, ягоды, саженцы. Что еще вы можете предложить? Ну, понимаете... И как все это можно приобрести у вас? Вы знаете, я вам скажу, вот это направление, понимаете, грибное, оно как-то развивалось чисто спонтанно. А когда пришел Чернобыль, так ведь мы же понимали, что необходимо дать какую-то более чистую продукцию. Поэтому первый экспериментальный цех по производству грибов был построен в Кореневской экспериментальной базе. Там же были созданы первые, более 25 лет назад, первые плантации голубики, клюквы крупноплодной, брусники. То есть уже тогда эти разработки были. И вы знаете, и тогда сотрудники института старались как-то более, чтобы это пошло и в народ, чтобы выращивать на дашных участках эти самые. Сложно шло. Сегодня, я скажу, от этого, конечно, сегодня это уже все просвещенные. Многие мне звонят. Мы на сайте института разместили наши рекомендации. Можете, пожалуйста, воспользоваться. Второе, конечно, хочется еще сделать для... Я думаю, что мы создадим какой-то центр при институте, тем более у нас есть площади, где бы гомельчане могли и приобрести вот эту продукцию и проконсультироваться напрямую. Для этого проблемы, я думаю, не будет. Мы постараемся в ближайшее время как-то решить этот вопрос, чтобы это сделать. С других разработок я бы хотел, конечно, как-то, чтобы наши генетические исследования более широко использовались для населения нашей области. Просто сложно как применить это, потому что вторгаться в медицинскую область мы не будем, потому что там есть свои медики. Но где-то в других областях, например, мы можем как-то попробовать это сделать. Надо подумать. Ну, тема интересная, перспективная. А вообще, насколько это значимая для вас такая статья доходов? Саженцы, грибы. Ну, саженцы, грибы – это в основном Кореневская экспериментальная база. Мы только, если заключаем договора, так только на научную проработку, то есть создание определенных разработок технологий, ее внедрение. А уже Кореневская база занимается этим, это ее доходы. Александр Иванович, спасибо огромное за такой интересный сегодняшний диалог. Спасибо вам. Директор Института леса Национальной Академии наук Беларуси, кандидат сельскохозяйственных наук Александр Ковалевич был сегодня у нас в гостях. Я с вами прощаюсь на неделю. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова